В Азербайджане проживает более 25 тысяч татар. Большая часть в столице республики. Дедушка Эльмир Юсифли приехал в Азербайджан из России. Думал поработать год и вернуться, но семье здесь понравилось, и они остались. Были небольшие проблемы с языком. Например, бабушка говорить на азербайджанском не могла, но речь понимала и с удовольствием смотрела телевизор. Особенно любила Эгейана фильм и Гайнана. И мы иногда садились с ней и смотрели вместе этот фильм. То есть все равно люди понимали друг друга, были какие-то общие моменты, которые связывали. В семье всегда разговаривали на татарском. Маленькая Эльмира записывала в тетрадку национальные татарские традиции и обряды. Я говорила сама себе, ай Аллах, Бог мой, я хочу быть со своим народом. Честное слово, я нисколько не преувеличиваю. Я хочу ему помогать. Я хочу быть всегда с татарами. Мечта Эльмира сбылась, когда она начала работать в постоянном представительстве Татарстана. Практически 17 лет я живу этим. Я живу своим народом, я живу их чаяниями. На своей новой работе Эльмира встретила будущего мужа, азербайджанца Рашада. Правда, сначала не представляла, что они могут быть вместе. Он не понимал русский язык, Эльмира слабо говорила на азербайджанском. Рашад по профессии повар, поэтому стал завоевывать сердце Эльмиры с помощью татарских блюд. А главное, быстро выучил язык ее народа. Как он ко мне начал подходить очень правильно со стороны моей культуры. Он начал показывать, что уважает мой язык, мою культуру. Начал интересоваться культурой татар. Начал узнавать новые слова на татарском. И признался мне на татарском языке в любви. Вместе они уже 17 лет. Сейчас Рашад знает культуру татар не хуже жены. А в его коллекции музыкальных инструментов татарские занимают особое место. Это хамус. Он один из самых древних музыкальных инструментов. На нем играют практически все тюркские народы. Его музыка завораживает. Ее не слушают, а чувствуют. Она погружает в особое состояние. Фарид Акмеев – известный архитектор в Азербайджане. Его предки приехали в Баку в прошлом веке. Родители Фарида познакомились здесь. Он с детства любил рисовать, мечтал стать художником, учился в школе искусств. Но перед поступлением в институт неожиданно изменил свои планы. Я поступал в Азербайджане, в художественное училище. Но, как говорится, потом вдруг что-то меня потянуло. А, видимо, у меня отец строитель. После школы я поступил в политехнический институт. В итоге Фарид Акмеев стал архитектором. В начале своей карьеры он занимался проектированием паромных переправ и реконструкцией старых зданий. Особенно пришлось потрудиться с мор-вокзалом. Агрессивные воды Каспия буквально уничтожили железные укрепления. Это уже было и небезопасно, и, во-вторых, оно уже не отвечало своей функциональности. По чертежам и расчетам Фарида Акмеева фасады мор-вокзала восстановили и укрепили основу. После этого проекта тема моря стала любимой в работе архитектора. Более того, ему захотелось не просто реконструировать здания, а создавать свои. А интереснее проектировать вот это, где ты можешь полностью выложиться. Мы его называем жилые общественные сооружения. И Фарид Акмеев стал заниматься творчеством. Многие его здания напоминают морские лайнеры. У Фарида Акмеева большая семья. Два сына, четыре внука. По стопам отца архитектора пошел младший сын Рауль. Он приходит на околочки бумаги, нарисовал план по-своему, план помещений. А когда я посмотрел, оказалось, что он не ошибся. После окончания архитектурного Рауль стал работать с отцом. Теперь сын главный соратник Фарид Акмеева. Преемственность поколений – это в духе татарских традиций. Сыния Аль-Мяша любит и ценит традиции своего народа. Чтобы они продолжали жить в общине, она организовала клуб татарских женщин. Любовь к своему народу и уважение к азербайджанским традициям Сыния передал ее отец. Дома мы всегда, мои родители, заставляли говорить только на своем языке, на татарском. У нас соседка была. Папа всегда говорит, И мы выросли на трех языках. Прекрасно владею и азербайджанским, и татарским, и русским. Общество татарских женщин берет на себя организацию всех праздников. Накрывает стол, за которым собирается диаспора. Организовывает культурную программу. Все вот мои активисты складываемся. Кто что из дома печет, приносит. Кто что покупает, и этим накрываем стол. Кроме того, женщины шьют национальные костюмы для участников танцевального ансамбля. Руководит татарским коллективом дочь Сынии – Сабина. Когда-то на танцы ее привела мама. Сабина быстро освоила движение. И уже в 16 лет стала обучать детвору татарским танцам. Учитывая то, что татары являются только язычным народом, татарские танцы схожи, элементы татарского танца схожи с элементами, с танцами только язычных народов, таких как Башкир, азербайджанцев, узбеков. В ансамбль приходят дети разных национальностей. Их привлекает веселая, энергичная татарская музыка. Как говорят сами ребята, после репетиций поднимается настроение. Единая религия, уклад жизни и похожий язык объединяют два народа. Дружно отмечают и татарские, и азербайджанские праздники. Например, в Баку ежегодно проводят татарский сабантуй. И каждый раз на праздник приезжают много гостей. Татары приглашают все народы, которые живут в стране, потому что Азербайджан – общий дом.